На вопрос о том, что может произойти, если человека укусит ядовитая змея, знает каждый. Но что случится, если присмыкающиеся нападут друг на друга? По официальным данным, змеи очень нередко атакуют себе подобных. Чаще всего это происходит случайно, например, во время охоты, когда рептилия просто рефлекторно реагирует на движение объекта. Но несмотря на то, что каннибализм среди этих присмыкающихся не распространен, а феофагия, а именно так называется питание змеями, присуще всем известным миру кобрам. У большинства змей есть врожденный иммунитет к собственному яду. Не будь у рептилий такой особенности, они погибали бы еще в молодом возрасте, случайно укусив себя во время охоты. Кровь гадюк, например, содержит особые вещества, перед которыми яд абсолютно бессильен. А в рецепторах кобры имеется дополнительная молекула сахара, препятствующая их связыванию с токсином. Однако очень большие дозы собственных ядовитых веществ все равно могут представлять для змей опасность. Кроме того, есть и такие рептилии, которые вообще утратили эту удобную особенность не воспринимать собственные токсины. Например, гремучие змеи. Из-за отсутствия такой защиты, данный вид змей старается не использовать смертельный укус в поединках со своими противниками. Но как бы ни обстояли дела с врожденным иммунитетом против собственных токсинов, проблема заключается еще и в том, что практически все змеи беззащитны против яда рептилий другого вида. И сильнее всего опасаться следует королевской кобры, самой большой ядовитой змеи из всех существующих. Она питается другими видами змей, а ее фирменный прием – укус в голову. Такая атака мгновенно парализует нервную систему и не оставляет жертве ни единого шанса на выживание. Но не все так печально. Оказывается, в мире существует несколько видов неядовитых змей, которые совершенно не воспринимают укус своих ядовитых сородичей. Более того, они даже охотятся на них. Среди таких видов особенно выделяется мусурана – змея, которая не представляет никакой опасности для человека. Не зафиксировано ни одного смертельного случая среди людей от укуса рептилий данного вида. Даже если взять ее в руки, она не поведет себя агрессивно. В некоторых странах этих присмыкающихся разводят специально, чтобы уничтожать других опасных змей. Мусурана и гремучник пересекаются довольно часто, а потому сражения между ними неизбежны. Хоть ямкоголовые не проявляют агрессии первыми, они все равно неизбежно становятся целью. Мусурана всегда нападает даже на очень крупного гремучника. Сначала она кусает его в голову и удушает сжатием челюсти, а затем начинает заглатывать. Подобные бои могут продолжаться очень долго, все зависит от размеров рептилий. А вот для самой мусураны яд гремучей змеи совершенно безопасен. Даже самые сильные внезапные укусы никогда не достигают своей цели. Мусурана – это своего рода супергерой, который уничтожает опасных змей и оказывает содействие человеку. В настоящее время, главным образом в Бразилии, активно осуществляются мероприятия по увеличению популяции этого вида. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Однозначного ответа на вопрос о том, что будет, если одна змея укусит другую, нет. Все зависит от вида рептилии и от присущих ей уникальных особенностей. В любом случае, в планы природы лучше не вмешиваться. Многообразие видов живых существ на Земле – не случайность и не каприз, а необходимость, имеющая важное жизненное значение. Друзья, если вам была полезна эта информация, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok